доброе утро всем ребята всем привет у нас сегодня суббота сейчас выйду покажу снега у что еще нападала мы чистили надо будет еще пофиксить дергалку спускать для снегоуборщика суббота утро ветра нету и у нас сегодня будет с вами такое небольшое видео посмотрим туториал короче у нас есть малибу десятого года я двигатель немножко прогрел вот так вот она выглядит сейчас под снегом недавно после замены масла вылез чек показал две ошибки п 0016 п 0017 значит чек касается датчиков распредвалов пускного выпускного и еще у нас есть один бок это понимаю что наверно цепь на пробеге 100 тысяч не меняли сейчас у нее уже пробег 170 тысяч пробег нам набирается очень быстро саша взяла с пробегом 140 ну 30 тысяч накатала как бы за два года это не проблема у нее в масле появилась стружка как появилась возможно она и была мы просто не обращали внимание не видели но уже была вторая или третья замена масла стружка я что-то не помню смог ли я или она алюминиевая магнититься или нет у меня такое впечатление общем я посмотрел видео how to fix codes п 0016 п 0017 дядька там америкос какой-то выложил именно по шеви и получается что у него рекомендация такая что это все-таки вопрос о цепи что цепь потянулась нужно менять цепь и у него тоже был этот metal debris как они говорят типа металлические частицы стружки прямо на соленоидах значит но у него был практически спилен на половину верхний гайд который находится между распредвалами буквой т он выглядит виде буквы т такой успокоитель цепи по которому она которые как бы ну как сказать она не по нему ходит он над ней чтобы она не выгибалась дугой я так понимаю и не не перескакивала вот у него этот гайд уже цепь съела весь пластик который там на нем есть и уже ела металл и от него пошла стружка у нас тоже есть стружка и сегодня я хочу сейчас открыть капот я купил клапанную крышку ой прокладку клапанной крышки и хочу посмотреть в каком состоянии гайд в каком состоянии цепь если гайд спиленный цепью ну что будем покупать цепь натяжитель два гайда три гайда там комплект идет как вот с этой машины то же самое будем делать с малибу вот когда потеплеет наверно либо искать гараж теплый у кого-то он так у нас локдаун с гаражом не светит но тут вот как бы ковыряться зимой на снегу большое удовольствие нету вот ну что делать будем смотреть для начала сегодня я хочу посмотреть все таки от чего же это это стружка металлическая я не думаю что где-то цепь может есть блок цилиндров что на алюминиевый все-таки надеюсь что это цепь и есть как его гайд верхней и нужно будет просто заменить цепь эта процедура как бы она немножко геморрная но она не достану как бы не очень прям такая сложная там просто нужно открутить болты все по чуть-чуть открутить и разобрать снять крышку вот тут вот сбоку получается тоже как вот там вот ну тут вот есть узел сейчас мы это все будем смотреть ребята я сейчас открою покажу начну разбирать уже пластмассу и покажу вам там уже как бы периодически чё что я буду делать что у нас там как и так ребята так выглядит 2.4 к тег на малебо 2010 года аккумулятор недавно меняли по гарантии это мото мастер мать его шлёпка говорит этот ильдар значит этой зимой он просто перестал крутить хотя взяли во феврале девятнадцатого года то есть февраль двадцатого года и февраль двадцать первого года но он не отходил даже два года вот ну в принципе что тут вам показывать обе с блок тут охлаждающие там тормозная компьютер очень удобного здесь вот находится откручивается эта чашка это вынимается картридж фильтра масляного то есть и не надо надо под нее лезть там или вот сюда откручиваешь меняешь фильтр вытягиваешь щуп вставляешь отсосник и выбираешь масло все масло меняется на протяжении 10 минут самому не вымазывая руку то есть это ты их перчатках только нужно такой специальный ключ под него либо разводным коротким откручиваешь по пол обороте к так и нормально в принципе все что мы снимаем вот это сначала пробочку снимаем потом снимаем вот этот винт ослабляем и тут еще очень неудобно не знаю смогу ли вам показать сюда залезть нужно короче вот там вот если вы видите вот там там есть круче здесь у нас идет установить этот дроссельный узел там нам тоже нужно открутить гайку на 8 но такой вот винтик то есть уплотнитель то мы снимаем все это дело крышку и нас в принципе будет доступ уже к двигателю вот снимаем и там все остальное то есть мы там должны будем еще одну трубочку снять вот эту штуку мы отжимаем плоскогубцами вот эту хомут отодвигаем снимаем трубку снимаем клапанную крышку ну для этого уже будет открутить там 12 болтов по моему на 10 снять катушки зажигания сейчас нужен будет клемму скинуть плюсовую уже буду скидывать минусовую на на все таки надо скидывать до 6 кидал плюсовую ну ладно снимаем катушки снимаем соленоиды откручиваем клапанную крышку открываем мы смотрим с общее состояние двигателя по налету по нагару и по цепи и по гайду дело в том что у меня от моей машины остались старые запчасти которые были новые но и даже если очень захотел мог бы сегодня цепь поменять поставить бушную цепь с этой машины но я не уверен может быть цепь вот это это тоже 2.4 ecotec но даже вот допустим клапанная крышка у нее видимо другая и вверх другой и получается я сравнивал прокладки клапанной крышки они другие я вам тут фотографию приложу то есть даже от года зависит уже какая какой длине какая крышка какой формы и какая той формы и прокладка поэтому если будете там менять смотрите берите свой год потому что даже если двигатель 24 ecotec и там написано что там вот у меня машина одиннадцатого года вот это это десятого и прокладки разные на один тот же двигатель одну и ту же крышку а такие дела значит будем сейчас мы ее разбирать я вам покажу уже не знаю там наверно когда я поснимаю часть потому что в принципе как откручивать винты лазит вам не будет интересно нам же все будет интересно наверно там когда она будет уже снято не уже когда буду снимать клапаны так ребята с помощью нехитрых манипуляций вот эти винты и вот этот они вообще были закручены очень слабо неудивительно как не показывала бедную смесь не показывала подсос ну в принципе что нам сейчас нужно нам сейчас нужно ребята он я смотрю просто зачем в комплекте шли резинки они они идут под вот эти винты то есть на крышке вот одиннадцатого года уже их нету так не хотелось бы мне сейчас сдувать эту всю пыль хотя нужно было чтобы она с крышки не пропылесосить чтобы она не упала потом в туда двигатель короче не попала я просто смотрю что мне нужно будет сейчас убирать еще а это не идет на крышку потом на крышке крепятся такими сам этими как идет проводка короче это надо будет отстегнуть в принципе это несложно но сейчас что нужно сейчас нужно будет сдуть опять же дуйкой дрюниной всю грязь отсюда закрыть дроссельный узел закрыть этот air intake как они пишут так вот это наверное здесь вот масло это надо когда вот там фильтр достаешь что мы несколько раз меняли масло сложнее то она уже наверно капнула он там пробка на коробку передач и вы видите вон цифры это либо контрактная либо ремонтированная посмотрим но она как бы как коробка к ней без вопроса вопрос пока вот тому что она 9 айна что она что-то с цепью вот здесь у нас т-образный идет гайд типа направляющая и будем смотреть час что с ней ну мне нужно будет открутить раз два три четыре болта сначала с одном поснимаем катушки потом снимем доберемся до винтов которые держат соленоиды и и с ними клапанную крышку значит вот так вот она выглядит сейчас в середине сейчас если я присвечу вам покажу ну ну вы видите да что она там с нагаром с налетом ну какой нагар там был на той машине какой здесь на посмотрим должен отличаться хотя бы из-за того что пробег на 50 тысяч километров меньше там был ну мы сейчас посмотрим сейчас я за затыкаю эти дырки буду по чуть-чуть снимать провода и снимать крышку actor машина далее а и и и и так стоять ребята что это такое за пленка тут прикол это вот с аккумулятором но это вот недавно саша меняли по гарантии они даже не удосужились и я это канаде антар я так понимаю что это но клапана для стравливания газа при зарядке его ну что это кто знает подскажите ребята вот он оттуда его сейчас вытащил интересно интересно так ребята ребята значит клапанную крышку я сдвинул вот она уже пошла вот она велится сейчас я аккуратненько везде открою потом покажу что там внизу и так понимаешь а из-за того что здесь идет вкусной коллектор типа топливная рампа идет и вот это такое ли егэр не знаю что это честно говоря не автомеханик но и им не надо быть чтобы лезть сюда и так все понятно нужно приподнимать вверх и влево сюда сдвигать но тут еще два соленоида их можно в принципе сейчас выкрутить что их чуть не выкрутил но она да сейчас их выкручу и буду снимать тогда уж они мне не пустят вот эти две две гайки на 10 2 болта так это у нас состояние впускного интейк фух я себе подозревая представляю что там делается под крышкой откуда это пластмасса что ж такое скорее всего спилил а еще какой-то гайд ребята я понял и и должны придется не закрывать и оставлять и покупать запчасти на цепь блин ты думал что можно еще будет собрать поездить потом взять запчасти поменять цепь но мне такое впечатление что там съела именно вот это черное что за мусор непонятно сам как бы он видите и он без закиси какой-то но вот этот вот дебрис вот эти вот осколки сейчас будет самое печель дони это снятие крышки ребята сейчас я сниму и покажу что там есть так ребята снялась крышечка ну что я вам хочу сказать о крышку сна и смотрение смотрел еще посмотрю изнутри какая она ну такая конечно нам накипи меня такая же была не будет вам тут чистоты все-таки двигатель вопрос такой масло чистое здесь грязь на это я сейчас вытру этот песок такое дело и по поводу цепи ребята смотрите цепь так сейчас я беру провода вот так у нас выглядит цепь гайд пластмасса целая у того дядьки на видео она была похаванная пластмассы не было и гайд был наполовину съеден цепи значит но цепь вот так вот провисает вопрос знатокам сейчас я посвечу ничего не видно ребята значит натяжитель цепь идет короче так я сейчас по разглядываем скажу под так ребята значит после под снег пошел еще раз он показывает всю красоту сейчас я немножко там вытру значит был у меня консилиум что я решил я сейчас закрываю на новой прокладки привожу все это в рабочее состояние чтобы не можно было ездить нужно будет менять цепь и загонять на подъемник и и и снимать поддон скорее всего и чистить масло приемника и чистить всю грязь которая внизу в поддоне ну так вот единственное что по поддону я не знаю нужна прокладка или нет и как оно будет будем смотреть но сейчас я его собираю на на новой прокладки потому что старая кусками вон ломается отваливается вот видите какую она тут вода тут надо теперь все это вытирать елки-палки да тут нагара много все грязное будем сейчас карбаклином я это все пройдусь как тут раз и будем дело собирать сейчас и так ребята значит я уже закрыл закрыл клапанную крышку прихватил винтами моментом там 20 ньютон метр потом еще дотяну немножко ключом чтобы она не не сопливила значит что хотел сказать крышка крышку удобнее будет вам снимать если вы отцепить открутите вот тут есть два болта на 13 и эта петля уйдет в сторону и тогда крышка легко одевается я когда я вытягивал я немножко дернул на себя как бы чтобы она выскочила назад ставить я уже пришлось по это покумекать потому что ну потому что вот так ну я вам скажу так если есть петли на двигателе можно ставить балку и его там поднимать когда меняешь опоры то есть это уже проще если будешь менять опоры чтобы там не скидывать с подрамником все дела короче чтобы не ронять вниз то можно вот его приподнять машина это на двигателе который вот здесь стоит этих ушей нету это конечно было печальдония но как бы там справился но сейчас я все это дело собираю сейчас я затягиваю болты сейчас я поставляю катушки по затягиваю все катушки вот в принципе как бы все там особо ничего такого больше нет поставлю назад видите как вот она будет сосать воздух конечно будет вот но вот она примерно так было вот получается такая situation что вот эти резинки которые идут в комплекте и там целая галактика они хорошие я их менять не стал пока я может поменяю потом но у меня желание их менять нету выковыривать они не дубовые прокладка была дубовая она ломается сейчас вам покажу вот она трещит вот когда я начал отдирать она сейчас но это еще эластичная ну вы поняли да что вот этот под катушки это дубовая это ломалась вот в этих местах вот здесь вот в перегибах поэтому однозначно эту замену а те шайбочки ну вот я кусочки лежат ребята вот они это от прокладки я не смог целиком снять потому что она дубовая она ломалась так ну я сейчас протягиваю крышку ошибка слетела я и заведу машину потом посмотрю он должна завестись нормально как бы без всяких приколов этом карбоклином промыла эти соленоиды сейчас поставлю это все назад поставлю катушки по затягиваю все заизолируют этот провод который расслоился его бы чем-то еще промотать термостойким ну что вот это все крошится это печальненько ладно вот так вот потом сниму вам уже в конце получается так ребята машину я завел чек пропал чек не светится что такое а и способа понятно так крейсере играет салоне на будет рубануть там так ну чё установил все назад жаль конечно что как бы не сильно открылась для меня как бы вопрос но есть идея такая надо менять цепь надо снимать поддон по возможности там вы чем вы мыть как-то рейнвал и все что там есть но и вымыть конечно поддон весь ставить назад так ездить и смотреть что будет дальше очень надеюсь что стружка не попала там шатуны и постели подойти но все закрыто думаю что не должно ну чек пропал хотя бы одно и снимал клемму аккумулятора хотя бы что-то какой-то результат чек не горит ну работает он ровно не троит помыл и соленоиды вот так вот ребята сегодня на суббота сколько там времени уже на около двух часов сейчас буду это все дело собирать вот когда нечем заняться зимой можно менять соленоиды вот так соседи там курят марихуану собака на меня смотрит недружелюбно этот коричневый пудель которым хочется дать пинка когда он на тебя гавкает ты ему не нравишься он тебя гавкает но он мне тоже может не нравится на него не не кричу и не гавка так ладно нас начался снежок вот такие сосу лени висят вот так у нас все но на улице 0 градусов ребят на улице не холодно но у ковыряться как бы было приятно в гараже но я вам скажу что это было недолго и как бы не особо сложно все у кого есть рекомендации у кого есть какие-то советы чтобы делать дальше советуйте вот так затем ребята пока у кого есть малибу готовьтесь тому что возможны приколы ладно двигатель 170 тысяч пробег я думаю что это не самое плохое что может быть если цепь потянулась но вопрос что она ела меня есть конечно изображение там черная осколки черная пластмасса и думаю что черный гайд ела но я этого не увижу пока как бы не открою боковую крышку но и с другой стороны цепь по обе стороны вот этих распредвалов от вот шестеренок с прокетов да как они тут говорят она натянута в общем прикол надо смотреть что это за стружка кто и поднимает почему она как бы есть мы будем смотреть пока вот такие дела ребята пока все хорошо чек не вылез но будем смотреть дальше все всем пока всем автолюбителям привет и рыбакам тоже